Всем привет! Что можно выделить как очень хорошую годноту из огромного вороха байкерских фильмов? Да много чего, начиная от беспечного ездока и заканчивая лентами вроде Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо, или По ту сторону закона с Чарли Шином. Все эти ленты отличают наличие ревущих мотоциклов, брутальных героев, облаченных в пыльную одежду, перестрелки, посиделки с пивом, мордобой и куча чего еще. Лично я обожаю такое кино. И в моем понимании кинематографа, как обзорщика-любителя, подобные киноленты стоят на золотом пьедестале по сравнению с кинофильмами, которым рукоплещут, опять же, доморощенные эстеты и гламурная деревенщина, брущая лавам на очередной блокбастер. Но у всех вкусы разные, в том числе и на кино. Хотя, если честно, очень напрягает, когда очередной любитель, как он сам считает, единственно правильного кино, задирает нос, когда узнает, что ты не смотрел какой-нибудь там Бла-Бла-Лэнд или новую серию Шерлока. Но это так, отступление, небольшое пока. Иссякает запас кинолент, которые мы смотрим и восхищаемся. Уже просмотрена давным-давно вся классика на два раза. В судорожных попытках отыскать очередную жемчужину для просмотра, мы перерываем интернет, выворачивая сайты с торрентами и регистрируясь на закрытых сайтах. Магазины с дисками, увы, ничего предложить уже не могут. И поэтому, когда совершенно случайно, где-то на форумах, незнакомый тебе человек печатает название незнакомого фильма, ты удивляешься, что ничего о нем не слышал. И еще больше удивляешься, что он приспокойненько лежит и дожидается твоего внимания. Я не зря начал обзор с упоминания о байкерских фильмах. Вообще, ленты о мотоциклах всегда будоражили воображение нас, мужчин. Но кто, скажите, не болтался в детстве возле гаражей, где на сотый раз друзья перебирали советский мотоцикл. И потом байкеры, даже в нашей стране, это олицетворение какого-то своего мира, живущего по своим законам, имеющих свой герб и символику. Киноленту «Лучший бар Америки» я начинал смотреть без особого энтузиазма, снятый за гроши по американским меркам, практически с полным отсутствием экшена и известных актеров. Я честно посмотрел от начала и до конца всю киноленту, и она меня зацепила. Вот вы знаете, что-то зацепило. Я всегда был поклонником ленты Денниса Хоппера «Беспечный издок». И тот фильм был как стакан ледяного пива в летний зной. А лента «Лучший бар Америки» — это стопка тегилы, которая растечется по вашим венам и легким стуком в висках поможет вам опьянеть от чувства свободы на экране. Относительной свободы, конечно. В чем-то можно смело назвать ленту правоприемником и продолжением кинофильма Денниса Хоппера. В чем-то. Но не то позорное якобы продолжение с участием Джеффа Фейхи и Питера Фонда в эпизоде, снятого также за гроши не очень давно. Но герой же этого фильма разъезжает по штатам, составляя путеводитель по барам. Причем это заказ от издателя, которому он должен вовремя сдать этот путеводитель. В течение части фильма он бегает как пьяный маньяк, пытаясь найти свою душу и извечный смысл жизни. Так как упоминается, что он пришел с войны, я подозреваю, что это военные действия в Ираке. И произошло бы тотальное саморазрушение, как и большинства, кто пришел с войны. Но, благо, на пути героя попалось несколько людей, в том числе старый, умудреный жизнью скиталец дорог. Вот как раз эти люди в чем-то и наставляют. Я бы сказал, перепрограммируют жизнь главного героя. Можно, конечно, до хрепоты спорить, есть ли истина в вине или нету. В любом случае, рано или поздно будет дно. Как у стакана, так и у жизни. Если вовремя не направить свою судьбу в нужное русло. Ладно, у него получилось. А ведь у многих-то и не получилось. Этот фильм снимался в штате Юта и Монтана, проездом через Вайоминг и Айдахо, где герой посещает культовое место, вечное пристанище Эрнеста Хемингуэя, его могилу. Вообще, кто читал Хемингуэя, поймут, что американцы не зря превозносят произведение этого автора, так как почитать у него есть что. И подумать после прочтения есть над чем. Герой киноленты ночует практически всегда под открытым небом. Разводя скудный костер, наутро сжигая в нем свое прошлое. Замечательные виды пустыни и красот северных штатов поистине одно из достоинств этой картины. Так же, как и многочисленные бары и посетители этих баров. В таких заведениях протекает своя жизнь, со своими приключениями и трагедиями. Верный железный конь главного героя – BMW R60 1960 года выпуска. Самый что ни на есть старичок-немец. Надежный, но уже слегка сдающий и частенько ломающийся по мелочам. Поиски истины и смысла благополучно завершаются хэппи-эндом. Лента выполнила свою задумку. Начавшись нигде и в подвешенном состоянии, заканчивается в конкретном городе и конкретном месте, расставляя фигуры по своим местам доски. Не берусь утверждать, но сдается мне, что не зря режиссеры показали поездку от пустыни с ее скудной растительностью к сочному ландшафту Монтаны, словно показывая зрителю, как общение героя с его попутчиком словно дает ему новую жизнь. Эта кинолента вам понравится, если вы путешественник. Хотя бы в душе. Любите спать на свежем воздухе, и дух странствий и приключений у вас в крови. Отмечу довольно-таки сносную игру актеров для этой чертовски любопытной дорожной притчи. В техническом плане ребята сняли свою ленту практически безупречно. И вполне обосновано, что фильм взял приз на мотоцикл Film Festival в 2013 году. Это весьма достойная работа для непрофессионалов. Снята лента была за 93 дня. Бюджет меньше, чем у нового Харли Дэвидсон. Благо нашлись люди, близкие к кинопроизводству. Вот они-то и помогли режиссерам с монтажом, звуком и парой спецэффектов. Это, наверное, типичный представитель народного кино, когда каждый старался что-то сделать, чтобы фильм состоялся. Актеров нашли буквально на соседней улице. То же касается и мотоцикла. Его сдал за символический доллар для съемок его хозяин. Вообще, львиная доля бюджета ушла на выпивку и топливо, а также еду и ночлег для съемочной группы, которая в самые тяжелые дни едва достигала 7 человек. Для поиска нужных мест съемок группа посетила более 64 баров в 4 штатах и исколесила более 10 тысяч миль. Результат предлагается на сутки на зрителя. Эту киноленту могу смело отнести к Роат Муви и байкерскому кино. Хотя здесь и нет толп бородатых мужиков на Харлеях. На этом все. Все, что я хотел рассказать об этом фильме. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Подписчики – это движущая сила канала. И чем больше канал, тем чаще мы с вами будем здесь встречаться. Всем спасибо за просмотр. Попутного вам ветра и удачи! Продолжение следует...